Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и хочу похвастаться своей покупкой на новогоднем аукционе. На второй волне я взял себе Е25, словно известную блоху. Танк разгребают просто с сумасшедшей скоростью, остается буквально неполных 3 часа до обновления цены и остаток машин порядка 1000, ну чуть-чуть больше 1000 Е25 осталось на продаже. Я так понимаю, что все ребята ждут снижения цены, чтобы ухватить ее за 4000 золота. Ребят, я вам скажу откровенно, 4500 за нее отдал, поиграл на ней и не жалею ни одной золотой монеты, чтобы там, ребят, не говорили. Да, это безусловный картон, потому что здесь, допустим, в верхнем бронелисте с приведенкой 80 мм брони. Внизу 99, только потому что угол больше, но поверьте, шьется он точно так же. В борту 48 с учетом приведенки, ну а корма 39, самая крепкая с учетом приведенной брони, если смотреть на нее вот так вот в прямой проекции. Короче говоря, ребят, всасывает в себя полностью все, понятное дело, что, ну, будут целить вас, ребят. Поэтому на ней лучше не попадаться в прицелы, так чтобы прям стоя на месте. И вообще ПТшка не предназначена для того, чтобы стоять. Это кустовик, но играть на нем на наших картах очень сложно. Почему? Потому что светится он даже с учетом там маскировок и так далее вполне нормально. И поэтому, ребят, если вы ожидаете, что на данной машине вы просто будете стоять где-нибудь в кустиках и даже при наличии засвета дальше продолжать кидать, нет. Вы должны постоянно двигаться, менять свои позиции, ну и, соответственно, заезжать в те места, ну, где вас, скажем так, не ожидают. А подвижность этой машинки позволяет вам это однозначно. За что любят Балахон? Ребят, этот танк не для нагиба, этот танк не для среднего урона, этот танк не для фарма. Это машина для удовольствия. Вот просто получать кайф от игры и я этот кайф получал. Почему именно так? Да потому что, ребят, с учетом оборудования, с учетом амуниции и с учетом того, насколько прокачен у меня экипаж по ПТшкам, у меня получается время перезарядки 3 секунды. Ну, 3.24. Ну, короче, 3 секунды вы кидаете постоянно по 160. Казалось бы, не так уж и много, но ДПМ практически 3000, ребят. И это на седьмом левеле, и этот ДПМ его возможно реализовать. Разброс шикарный. Время сведения просто обалденное. Пробитие больше, чем достаточное для седьмого уровня. Ну, а когда переходите на кумулятивное, голдой 250 пробиваете, да кого угодно, ребят, просто. Ну, кроме прям совсем крепких лбов восьмого левела. А так, ребят, вам все под силу. Углы склонения минус 8, но в игре они отыгрываются просто шикарно. Вы реально всегда имеете возможность кидать. Что в машинке из минусов? Из минусов, как я уже сказал, картонность. И из минусов то, что вот вправо-влево орудие поворачивается не очень хорошо. То есть, получается, приходится постоянно доворачивать корпусом. Но разброс настолько комфортный, что вы негатива ощущать не будете однозначно. Я не знаю, почему многие именитые ютюберы говорят, и обзорщики говорят, что Е25 это абсолютно как бестолковая машина. Она раскрученная, непонятно почему. Нет, ребят, просто все зависит от того, как вы смотрите на игру. Если вы на игру смотрите просто как на процесс, от которого вы получаете безумное удовольствие, вне зависимости от того, проиграли вы или выиграли, если вы не беспокоитесь о своей статистике в виде среднего урона, допустим, там, за бой, ну или даже вы не расстраиваетесь из-за того, что вы проиграли, но в процессе даже проигрышного боя вы получили массу удовольствия от того, что вы сделали в бою, Ребят, Е25 однозначно для вас Как я уже сказал, я не жалею абсолютно ни об одной золотой монетке Я решил не ждать, пока цена снизится Очень сильно переживал, что машину заберут Поэтому взял за 4,5 Машина реально кайф Двигаетесь вы по карте, ну действительно как блоха Скачете просто как угорелый И реально можете заехать в абсолютно какие-то непредсказуемые для соперников места Вот сейчас стало мне здесь, допустим, там неуютно ввиду отсутствия поддержки Развернулись и вполне спокойно себе на полных парах сваливаем отсюда Что касается разворотов Да, здесь безусловно есть кое-какой негативчик Разворачивается машинка на месте не очень бодренько Но, ребят, давайте будем говорить откровенно Вы выигрываете однозначно на точности орудия Вы однозначно, ребят, выигрываете на КД Если вам получится кого-то загуслить Вы абсолютно спокойно дальше его просто как маленькое пиранье разбираете Вы знаете, когда-то говорили, что пиранье это АТ-2 Потому что эта машина, если уже в кого-то вцепилась То благодаря своему безумному КД Ну просто-таки в хлам всех разбирает Да, можно было ставить на гуслю и играть Вот точно так же, ребят, необходимо играть и на этой машинке Я сейчас разговариваю, немножко отвлекаюсь от боя И скажу вам откровенно, блоха, ну, не сильно терпит отвлечений от игрового процесса Вы должны находиться в постоянном движении Вы должны постоянно менять свои позиции Вы должны постоянно находить жертву Которую вы будете разбирать вместе со своими союзниками Играть на блохе необходимо исключительно от команды Если вы играете самостоятельно То, в принципе, можно собирать шмотки в ангар Потому что сам Е25 не вытянет Ну, однозначно Вот сейчас прилетело на 270 Осталось всего 13 хп-шки Понятное дело, что мне сейчас лапки сплетут Я сейчас в следующем бою попытаюсь вообще ничего не говорить Просто попытаюсь играть на блохе Для того, чтобы показать машинку Ну, в более красивом цвете Который у нее, безусловно, есть Я играл на данной машине, ну, как бы, сам В спокойствии Не отвлекаясь на разговоры и на рассказы о самом машине Ну и, соответственно, гораздо больше получалось сделать Урон, который можно было наносить на данной машине В моем случае Колебался в районе 2-2,5 тысяч Я не могу сказать, что это прям там совсем фонтан Но, во-первых, это седьмой уровень Ну, а во-вторых, ребят Давайте будем говорить откровенно Как я уже говорил, блоха Она не обладает прям сумасшедшей альфу И поэтому даже этот урон Для того, чтобы накосить при 160 единицах альфы Ну, как бы, требует все-таки большого количества выстрелов Что хочется сказать по поводу того Как играть на блохе и на чем Немножко сложнее блоха отыгрывается на сенсорных устройствах Я поиграл на блохе и на ПК и на планшете И скажу откровенно На планшете совсем другие ощущения Это связано с тем, что Подвижность машины Она подразумевает необходимость Постоянно сенсорить Постоянно прицеливаться Более точно Пытаться выцелить гуслю у соперника Для того, чтобы его поставить на место И дальше уже просто его по КД начинать разбирать Короче говоря, безусловно На ПК играть на блохе Куда комфортней, куда интересней Ну, а что касается сенсорника То здесь уже немножко сложнее Хотя, все-таки это, наверное, вопрос сноровки Вопрос привычки Ну и, соответственно, те, кто постоянно играют на сенсорнике И справляются с машинами У которых очень хорошее КД Крайне маленькое И умеют быстро прицелиться И быстро отбросить свой шот Соответственно, для них блохам тоже Не будет, как бы, проблемой в управлении и в стрельбе Ну что, попытаюсь трошки помолчать Ну и, соответственно, немножко поиграть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья мои 1600 единиц нанесенного урона Я никого, к сожалению, не смог вынести в ангар По результатам фарма Машинка не сильно фармищая Да и, тем более, проигрышный бой 27 тысяч за вот этот бой С учетом того, что мы проиграли Что касается места в команде по урону Горде первое место И знаете, что, ребят, самое важное Однозначно первое место По количеству полученного удовольствия от этого боя Да, я проиграл в обоих катках Но удовольствие от игры ты получаешь Еще гораздо больше ты получаешь удовольствие Тогда, когда ты побеждаешь Ну и тебя, соответственно, больше вознаграждают Я могу перезаснять видео и показать Машину исключительно в победных боях Но я этого никогда не делаю Какие бои получаются, такие получаются Это правда Про Е25 По поводу того, что машина абсолютно не живучая По поводу того, что она в то же время Ну, наверное, является имбой Среди МПТшек своего левела По скорости передвижения по карте И по скорости стрельбы Что это, безусловно, не имба по альфе Но просто обалденный шоттер На дальних расстояниях Ваша задача единственная Успеть загуслить и дальше просто разбирать Ну, а, соответственно, не вылазить на тех ребят У которых есть, допустим, большое количество урона За один выстрел, ну, как-то, допустим, там, СУ-100У Хотя, ребят, если вы выедете на СУ-100У И получите от него один шот, который не вынесет вас в ангар То дальше вы будете его разбирать В пределах того времени, сколько он будет перезаряжаться И если у вас будут в поддержке еще хотя бы один или двое ваших союзников Поверьте, вы его вынесете довольно-таки быстро И ваш вклад будет просто безумным Если вы за честность обзоров Подписывайтесь на мой канал Я всегда показываю машины исключительно такими Какие они есть на самом деле Руками среднестатистического игрока А не скиловика У меня нет 70% побед Я никогда ничего не приукрашаю Показываю все, как я уже сказал Исключительно таким, какое оно есть Для того, чтобы вы знали, как машинка будет играться в ваших руках Если вам нравится такой геймплей Если вы готовы отдать 4000 золота Или даже 4500 За Е25 Сейчас на аукционе Который, кстати, ребят, на продажу появляется не так уж и часто Однозначно, ребят, берите себе машину Если вы ради фана будете ее приобретать Если же вы хотите получить фармера Живучую машину Я не знаю там Ну или машину, которая будет помогать вам поднять вашу статистику Нет, ребят, Е25 Однозначно не для вас Это был абсолютно честный обзорчик на Е25 Который стоит сейчас на продаже На аукционе Ну и желаю всем Вне зависимости от того, какую машину вы приобретете Получать удовольствие от того Какой процесс игры будет вам предоставлен Данным техническим средством На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего вам мира И обязательно спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok